ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Договор купли-продажи транспортного средства, который сейчас можно скачать из интернета и заполнить от руки, и все это бесплатно, может стать платным. Документ предложено заверять у нотариуса, автора инициативы Российский союз автостраховщиков. По его мнению, именно так можно будет защититься от автомошенников. Еще одна идея страховщиков – включать в электронный паспорт транспортного средства, который станет обязательным с 1 июля этого года, личные данные автовладельца. Имя, фамилия, отчество, место регистрации, номер паспорта гражданина РФ. ТРАССА 101 Если в Россию внедрять любительские и профессиональные водительские права, то это обойдется государству в 14 миллиардов рублей. Слишком дорого считает Министерство экономики, поэтому оно отклонило инициативу, автором которой является сообщество «Автошкол». Смысл идеи, напомню, в том, чтобы увеличить количество часов теории и практики для будущих водителей профи. Ранее предложение раскритиковали Мину оборнауки и МВД. ТРАССА 101 Мерседес-Бенц G-класса нового поколения будет стоить у нас почти 9 миллионов рублей. Минимум. Гелендваген получил 8-цилиндровый битурбированный двигатель объемом 4 литра, мощностью 422 лошадиные силы. Коробка 9-ступенчатый автомат. Разгон до сотни занимает 6 секунд. Среди опций защита днища, пониженный ряд передач, пакет G-MODE, позволяющий регулировать настройки амортизаторов, элементов рулевого управления, коробки передачи и отклик на педали акселератора. Китайская компания G-Li озвучила стоимость кроссовера Atlas. Машина вот-вот появится у дилеров. Минимум 1 миллион 29 тысяч 990 рублей. В базовой версии машина оснащена бензиновым мотором объемом 2 литра, мощностью 141 лошадиная сила. Трансмиссия механическая. Еще можно выбрать 148-сильный агрегат объемом 2,4, работающий в паре только с 6-ступенчатым автоматом. Привод тут либо передний, либо полный. Начальная комплектация довольно небогата. Две подушки безопасности, аудиосистема, климат-контроль, в общем, без излишеств. Трасса 101. Через 6 лет, в 2024 году, в центральной части Рима запретят движение автомобилей с дизельным двигателем. Ничего не поделаешь, природу надо беречь, заявило руководство столицы Италии. Наступление на традиционные машины – западноевропейский тренд. Например, Париж планирует полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Великобритания нацеливается в этом смысле на 2040-й. Там уже выделены серьезные деньги на борьбу с загрязнением воздуха. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.